Это, в общем-то, объективная реальность на данный момент вычеркнула, потому что, конечно, Казанский клуб не согласился с тем, что сейчас происходит. Эту моменту закончили несколько матчей шириной, вот, чтобы чемпионатной стороны. Понятно, что мы сегодня говорим о лидерах, и их мало интересует то, что творится за стеной, но, тем не менее, любопытен, особенно, результат победы Уралочки под Амичкой. За счетом 3-0 «Факел» выиграл у Ленинградки соответственным образом, и 3-1 «Протон» выиграл у Самородки на своей площадке. Вот такие результаты. Но главный матч, конечно, мы сейчас с вами наблюдаем. Ну, за такой первым темпом Ребелкина побольше можно ее задействовать. Ну, нет, понятно, да, на Матиевке все-таки не основной связующий. Та же «Фарфоминка» побольше любит играть с мирными темпами. «Динамо», как вы знаете, есть еще и Симон Аджоли в команде, но на наш чемпионат можно только двух легионеров заявлять. И эту квоту москвички решили выбрать посредством связующей до игровщика, что, наверное, было понятно и объяснимо. Самый, наверное, нефицитный в жизни сказанности в волейболе. Аджоли выступает только в Евролиге. Это такой, знаете, дополнительный Джокер Динамовой. Ну, в тренировочном процессе она постоянно задействована. Тут все понятно. В чемпионате страны Юрий Меркузев, который твердый мистер в составе имеет. Но Перекоркина как-то быстро распевает. И мячи вроде бы и готовы. Юлия Акина и Борисенко поднимаются вместе. А он сам не успевает. Буквально таким коротким качком очень классно. С полным Перекоркиным. Но все равно и счет с этой партией 2-2 отправляется подавать. Перекоркин ярко такой пример христа Макиды. То у каждого из этих игроков свой возраст, когда он достигает рассвета. Кто-то совсем молодым, кто-то уже более умудрённым. Но вот 26 лет стриктовки на фирме попал в сборную и стал там незаменимым. Вот бывают такие вещи. И причем это действительно объективно реальность. Он закрывает кастаграм. Здесь как раз у Лягина с Борисенко никаких шансов ей не оставили. Может быть как-то можно было с четвертым по четвертому выкрутить. А остальные все направления были перекрыты. И здесь кастаграм-дэк. Ничем не удивило. В атаке у него проблемы все-таки определённые имеются. За ним есть, кстати, очень мало. И вот по блоку атака. Не лучше, что она проводит. Она не выпадает. Она, конечно, держит приём. Наверное, и процент в атаке у неё там не самый лучший. Но просто возможности её несоизмеримо выше. Когда говоришь о 30-летнем игроке, уже прекрасно представляешь, на что она способна. Посмотрите, приём больше не просит никаких. Может быть, чуть поздно к этому мячу подошла. Уж по своей линии повинили принимающие. Но ошибку арбитры зафиксировали. 6-2. Вот это вот первое преимущество Казанского Динамо. Из разряда тех, о которых серьёзно можно говорить. Да, было и в первой партии. Но там так по накалу было близко. Видно было, что москвички могут, могут, могут и зацепиться. И в итоге зацепились. То есть вот сейчас, знаете, такой какой-то, что ли, облегчённый выдох. Хозяин площадки после второй партии, которую они на одном дыхании произвели. И вот он, может быть, дорого стоит. Надо включаться. С таким соперником и минуты расслабления может стоить партии, как минимум. Как бы напомнить событие кубка страны полуфинала, который они играли в Череповце. Ну, полуфинального этапа. Там этот матч, по сути, был матч за 8-14. Так, финал, что-то просто первые динамо в Москве для первой партии выиграли. 25-20 на раз. И таким счётом. И вот он, вроде бы, казалось, всё в их руках. Мы не смогли тот матч взять. Какой-то, если он не повторился. Низко-низко. Он начинает немножко заигрывать сейчас в москвичке. Попробуйте, как всегда, что мяч коснулся площадки. Так, как миска вяло спорит волейболистские московского динамо. Трудно сказать, как там было на самом деле. А вот счёт 8-2 – это объектив нереально. И, поверьте, не из-за того судейского решения она вырастает. Хотя, вот он сейчас вместе. Забросил своих подопечных на начало тайм-аута. Пошёл довести до конца своё мнение относительно предыдущего фидора. Сейчас это игроков не видит, потому что у него накопилось. Вот за это был провал. А 6 очков подряд, иначе как провалов, не зовёшь. Догонять будет невероятно сложно. Без эмоций, конечно, сложно. А здесь вот так много себе позволили больно в начале этой партии. Для чего не было предыдущихся. И даже не надо самим ошибаться. Просто недоигранные какие-то эпизоды. И надо всегда помнить, кто стоит на той стороне. Болицы в Казахстане, наверное, где-то вот с середины второго сета начинали снова немножко добавлять. Это было заметно. Да, они не смогли вырвать концовку. Слишком много отпустили соперниц. Но накатывали. Да, да, да. Была у Веры Улякина, зря она спорит. Так, ну, борьбы, не знаю, можно ли это не заметить. Спасибо. Спасибо. И по крайней мере, было видно, что это не заметно. Плесим окно. 8-3. С задней линии та же Маклова-Зару действует в защите. А вот с этой атакой не справится, конечно. Было невероятно трудно, Борисерка Блок переиграл. 9-3. Росток приличный. Опять же, в тэпки передачи не попал. Осталось сложности с этим, конечно, сегодня вот. То, что касается взаимодействия за головой у Анны Мактьевки с ее нападающими. Но там есть проблемы. И вы заметили, вот, тщательно, мы разговаривали на первом сетке. С неправильностью, что ли, того решения. Да, вот с того момента перепел, там только спереди стало. Проходить не потому, что мы-то разобрались здесь только. Болюра Лосовца тоже прекрасно виделась. Очень четко все не ошибается сейчас в атаке классом Дзорда. 9-4. 5. 9-5. У нас обращение. Здесь тоже поменялись. Таблон. Вот так, по сморку, даже меньше забил. Небольшой амп. Еще шанс у москвичек. Он надежнее через Менчарова пытается сыграть. Стоит и надежность в личный раз подвергает. Он блоковал. 9-6. Разрыв потихонечку сокращается. Может быть, не так быстро бы, как хотелось бы, болезнь на московскую динаму. Но какая-то тенденция наметилась. Эту тенденцию чуть-чуть не уловила решать Елизавета. Сейчас, который берет первый динамор. И сейчас, как у нас на московскую динаму. Макльпанцев. Вряд ли можно рассчитывать, что у тайги грузко пытается такое огромное отставание. Чтобы половину удалось выбрать. Это уже достаточно, может быть, 5 уточей подержаться на съеме. Потом новый рывок подстереть. Возможности. Предлагаю, теория достаточно понятная. Как это будет на практике. Продолжение следует... Вперёд. Вновь начинает работать блок московского «Динамо». Цепляет, по крайней мере, мячи уже. Меркулова тут не удаётся никак отмануть и запутать. Всё навсюду, такое ощущение, всё смягчало, смягчало, но всё это дело заходит до атаки. Трудно что-то противопоставить, когда эта атака получалась. 10-6. У нас заживое забегание. Вот она не привозит к результату никакому. Хотя вроде бы сейчас потемпнуться получше было. Таша тащит «Динамо» на сложнейший мяч. На свечке. Выношнейшая атака по линии. Достаётся Лесе Махновым в лицо. Болезненно очень. Ну, не могла она просто увернуть. Если там пушишь, то там удар был. Да, фунт-зону атаковала. Замена. Надо немножко прийти в себя. Понимает Лосев, что сейчас в приёме Махнову нужна. И, может быть, её даже сознательно будут привозить в подачу. А сейчас Любовь Ягодина позволит эту передышку сделать. Игрок опытный. Игрок как раз с хорошим таким приёмом. Игрок поднимает. Игровой Казан. Костянный. 11-6. Казанский «Динамо» вновь начинает реставрировать своё преимущество. Одна скорость тут не уместна. Ошибается. На подаче. 12-7. Всё. Яси, мой друг, это расстановка, где «Динамо» будет от неё блокировать. Так просто, так, конечно, тронно. Вот, слушай, по краю блока единственный вариант. Помним, мы таким же образом был выигран последний мяч с предыдущим. Кстати, который выиграл с тобой спором. Но вот студентский консилим установил, что касание блока было раньше, чем касание антенны. Игрок поднимает. 12-8. Маскинчики не складывают, не складывают в круг, продолжают бороться. Но мы думаем, что свои шансы не должны дождаться. По крайней мере, кропотливо они выиграли. Негодина сейчас на передней линии, ей придётся этот мяч атаковать. Сложно, конечно. Там и касание сетки, там мяч попал в площадку. Но это так, правда, отметим, взялась и, наконец-то, атака. Такое сегодня ощущение, что сзади у него получается получше атаковать. Здесь же нет разнообразия этих подкруток всевозможных вариативных, что ли, побольше у него из шестой зоны. Первый, четвёртый, когда блок нависает, там, конечно, да. А вот небольшой.